Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад вас приветствовать на нашем очередном вебинаре в Директ-Академии. Сегодня нам предстоит выслушать очень интересный вебинар, принять участие в очень интересном вебинаре Марины Оттамны Эрштейн. Практическое использование электронного учебного контента в курсе «История зарубежной литературы». А пока, перед тем, как передать слово Марине, я хотел бы, как всегда, указать вам на то, что в начале чата находятся две важные ссылки. Первая из них ведет на основную, главную страницу Директ-Академии, на которой располагается наше расписание. На этой странице вы можете зарегистрироваться на все наши онлайн-мероприятия до конца учебного года, то есть до июня текущего года. В нашем расписании постоянно происходят какие-то пополнения и уточнения. Те темы, которые заданы неявно, уточняются, находятся новые спикеры, поэтому я предлагаю вам постоянно это расписание просматривать и регистрироваться на интересные мероприятия. Конечно, мы в любом случае повестим вас. За неделю будет очередная рассылка, вы все узнаете. Но, тем не менее, есть возможность записаться заранее. Ну и вторая ссылка отвечает на вопрос, можно ли будет посмотреть запись вебинара. Да, запись вебинара ведется и записи всех наших вебинаров ведутся. Записи всех вебинаров можно посмотреть на нашем канале на YouTube. Там сейчас уже в соответствующем плейлисте под названием «Вебинары» располагается почти 240 записей наших вебинаров, и записи пополняются после каждого вебинара. Единственное, что записи выкладываются туда не сразу после вебинара, а примерно в конце недели, где-то в четверг обычно, я выкладываю записи за всю прошедшую неделю. И я хотел бы вам представить два следующих вебинара. Один из них пройдет послезавтра. Завтра у нас будет выходной день. Вебинаров не будет. Послезавтра у нас будет очень интересный вебинар, который называется «Дополненная реальность в учебных материалах». И Лена Локтева будет делать этот вебинар из Минска, Белоруссии. Лена сама по себе очень интересный человек, и во многом личность легендарная в электронном обучении, так что я вас призываю этот вебинар посетить. Он обещает быть очень интересным. И по названию темы, и по спикеру. Ну и второй наш вебинар – вебинар «Марины Орешко. Мобильные устройства. Инструкции по применению в библиотеке». Марина Орешко – наш постоянный спикер. Она ведет соответствующий трек, связанный с применением различных контентных решений в библиотеках. И это один из самых популярных наших спикеров. Поэтому, скорее всего, будет опять интересно. Приходите, не пожалеете. Ну что ж, вот вступительное мое слово закончено. И я хочу передать слово Марине, для того, чтобы она провела сегодняшний вебинар. Я, как всегда, остаюсь в чате и буду помогать, если возникнет такая необходимость. Марина, прошу. Здравствуйте, вебинара. Я благодарю всех, кто пришел сегодня в вебинарную комнату. И хочу начать с того, что наша встреча будет посвящена рассказу о том, как рядовой преподаватель вузовский может использовать и создавать какие-то элементы смешанного обучения в своей преподавательской деятельности. Но в качестве вступления должна сказать, что это мой первый вебинар. И я очень волнуюсь и переживаю за техническую сторону. Справлюсь ли я со всеми кнопочками. Но думаю, что все пройдет благополучно. Итак, почему мне, классическому преподавателю, пришла идея и очень давно, что простого классического преподавания мне в аудитории недостаточно. Спасибо, Павел Ильич. Сама я пришла на кафедру зарубежной литературы и художественной культуры в 1993 году в качестве студентки. И нам читали лекции самым простым, естественным способом. То есть никакого иллюстративного материала не использовали. Мы слушали докладчика лектора, записывали, учили, читали, запоминали. Ну, вот самое интересное, помимо работы в аудитории, это были поездки на преддипломную практику в Москву, в Ленинг, которая тогда называлась так. И вот мы работали в читальных залах Российской государственной библиотеки. Поэтому, естественно, когда я сама пришла в качестве преподавателя в аудиторию в 1999 году, я начала работать по классической схеме. Я читала лекции и не беспокоилась, не заботила мне обратная связь. Но постепенно я почувствовала, что мне обратной связи не хватает. Особенно это проявлялось на практических занятиях. Например, у меня практическое занятие по трагедии Шекспира Гамлетт. Студенты прочли текст, они пришли подготовленные, но мы начинаем разговор, и они оперируют какими-то шаблонными фразами. Гамлет, рокы эпохи, Гамлет, выразители идей своего времени. И я вижу, что они ничего не поняли, произведение их не тронуло, и они от меня уйдут с тем, с чем мы пришли, с непониманием, почему Шекспир считается величайшим драматургом всех времен и народов, и почему Гамлетт одна из самых прославленных его трагедий. Тогда я начала искать пути, как изменить эту ситуацию. И начала с того, что стала подбирать различные Гамлеты. То есть, чтобы почувствовать, что Гамлеты у каждого поколения разные, нужно увидеть, как этот образ воплощают представители разных поколений. Я стала делать нарезки Гамлет Лоуренса Оливье, Гамлет Смектуновского, Гамлет Владимира Высоцкого. Сейчас уже показываю Гамлета из Екатеринбургского театра Калиды, Гамлет Бенедикта Камбербетча и так далее, и так далее. Беру один и тот же монолог, быть или не быть всем известный, и показываю в роликах, как каждый актер меняет смысл одних и тех же слов, то есть слова ставятся теми же. Это был первый толчок. Второй момент. Мне, например, для лекции по творчеству бельгийского писателя Мориса Миттерлинка нужна картина Питера Брегера «Старшего слепые», потому что пьеса Миттерлинка «Слепые», она основана на этой картине. Что я делала раньше? Я брала с собой альбом с иллюстрацией и показывала эту иллюстрацию в аудитории. Кто-то увидел, кто-то не смог из-за головы соседа, кто-то просто плохо видит. То есть эффект был, конечно, минимальный, но я больше не знала, как еще поступить в этой ситуации. Третий момент. В лекции по импрессионизму, по поэзии импрессионизма мы говорим со студентами об особенностях этого художественного управления и о том, что, например, Поль Верлен работал со звуковой стороной речи. Как... Здравствуйте, Наталья Борисовна. Как объяснить на словах, когда это нужно слушать? Я поняла, что я хочу принести в аудиторию запись звучания и святворения на французском языке, чтобы студенты услышали оригинал. И действительно, тогда они услышали, что Верлен работает с такими приемами, как алитерация, асананс, сугестия. И не зная содержания стихотворения, они угадывают настроение, которое хочет передать нам автор. Затем, чтобы они почувствовали разницу, я даю послушать оригинал стихотворения символиста Артура Рэмбо, который называется «Искательный стихотворение». И детям нравится, хотя они обижаются, когда их детьми называешь, студентам нравится, они думают, что это что-то весёлое, что-то забавное, что-то радостное. Затем мы знакомимся с переводом, и они понимают, что символизм и импрессионизм – это разные художественные направления. Вот таким был мой собственный опыт. А с другой стороны, в интернете, естественно, я видела много интересной информации, и сейчас особенно вы можете и знаете наверняка массу примеров того, как развивается создание видеоуроков, видеокурсов, видеолекций и так далее. Я хочу сейчас вам продемонстрировать ролик небольшой Томского государственного университета, где они дают примеры видеолекций самых разных предметов. Вот это тот ролик, который вдохновляет и те образцы, к которым мне хотелось бы стремиться. В гостях хорошо, а дома лучше. Дома и стены помогают. Эти пословицы отражают любовь русского народа к своему дому. Приведем список обязательных вещей, которые должны быть в яшике невесты из Томской области. Кроме платьев и белья обыкновенно готовят в приданной перину, самовар, чайную посуду, тарелки, ложки, шубы, две, пальто, шерстяные шали и платки на голову. Еще одна опция – это коллапс. Данная опция указывает, что N последовательно тесновложенных циклов ассоциируется с данной директивой в порядочении вывода от работающих потоков. Если вы будете несколько раз запускать программу, то увидите, что в выдаче с разных потоков сообщение один. Чаще всего для цели вермикомпостирования используется обыкновенный навозный червь из Эния фетида. Это сравнительно небольшой червячок размером от 6 до 10 сантиметров. Еженедельно эти черви откладывают по несколько коконов. Вы можете с помощью различных устройств захвата движения, таких как это Perception Neuron, придавать персонажам различные позы, в которых этих персонажей и печатать. Могут быть гении, не одаренные никакими особенными талантами. Гении могут быть очень простыми людьми. Вот мы с вами увидели пример того, какими могут быть видео-лекции. Еще раз повторю, что это примеры, которые меня вдохновляют и то, к чему хотелось бы когда-нибудь прийти. Обращаю ваше внимание, что в Томском государственном университете проводятся замечательные массовые открытые онлайн-курсы. Вы можете, если не слышали о них, то рекомендую посмотреть, рекомендую посмотреть, зайти на их сайт и увидеть, как они работают. Особенно меня впечатляет то, что у них существует специальная комната для, специальная студия для преподавателей университета. Они делают заявку на создание онлайн-курса, пишут сценарий, им помогают, редактируют все это, проверяют, и получаются такие замечательные курсы. Все это, конечно, здорово, но что делать обычному преподавателю, у которого нет такой студии, а делать что-то хочется? Я начала с того, что пошла на курсы повышения квалификации в конце 2015 года. Это были первые курсы в Ижевске, их вела Наталья Шишлина, и она учила нас работать с PowerPoint. Хочу обратить ваше внимание на то, что не знаю, как в школе, но в Ижевске преподавателям всем известно, что удостоверение от нас требует, прохождение курса повышения квалификации необходимо, и мне понравилось то, что я занимаюсь тем, что мне интересно, и в то же время получаю аттестацию, то есть то, что я должна раз в несколько лет представлять для своей аттестации. Первый ролик был создан на основе PowerPoint, я записала его в Кантазии, но еще тогда не представляла себе всех возможностей этого сервиса. Сам ролик на 12 минут для сегодняшней встречи я сократила, оставила 2 минуты, хочу показать вам, что получилось в первую пробу пера. Здравствуйте, дорогие любители изящных словек. Сейчас речь пойдет о культовом стихотворении самого загадочного поэта конца XIX века в санете Артура Рэмбо и Гласне. Рэмбо признанный поэтическим гением, чьи творчество кардинально повлияло на развитие западной русской поэки. В современе к Рэмбо французский поэт Больк Ладель назвал его странным, магическим и рано созревшим пророком, ангелем и демоном литературным христофором Колумб. Санет Гласне является своего рода визитной карточкой Артура Рэмбо. Это одно из самых известных произведений поэта. И в то же время одно из самых непонятных или непонятных или непонятных. Прослушайте, пожалуйста, оригинал стихотворения. Воел А НОАР Э БЛАН И РУЖ У ВЕР О БЛЕ Воел Многие российские переводчики сделали свои версии этого милодеста символизма. Среди них Николай Демилев, Иван Коржевский, Евгений Беловин, Марина Невинская. Нам кажется наиболее удачный перевод поэта и филосипы Владимира Борисовича Макушевича. Послушаем его сегодня. В счете беседки под этой сосной я перевел Рэмбо Лево Ей, гласные. Существует множество вариантов руководителя санетки. Попробуем в них разобраться. Версия Рэмбо и Верлина. Но наши студенты не такие. Каждый год они находят в санете Рэмбо что-то новое, незамеченное их преподавателя. Так Юлия Дубцева предположила, что Рэмбо пытается вывести соответствие между графическим начертанием и предметами реальной действительности. Попробуйте и вы найти свою версию. Вот таким был первый результат занятия на первых курсах повышения квалификации. Конечно, изготовление ролика требует времени, но хочу заметить, что вы его сделали один раз и он уже у вас всегда под рукой. То есть в 2015 году я сделала ролик и уже несколько лет его использую, он не устаревает и вполне отвечает тем задачам, которые я перед собой ставила, когда его создавала. В 2017 году я продолжила обучение на курсах и уже пришла к Павлу Юрьевичу Калинику в качестве ученицы, где он занимался на феврале, в июне и в ноябре и познакомился с двумя очень важными сервисами. Два это самые крупные и самые важные, там было очень много разных, помимо Тильды и Камтайзи, о которых я сейчас хочу рассказать. собственно вот 2017 год он уже приблизил меня к тому, что я понимаю, как буду развиваться дальше. В первую очередь хочу рассказать о Камтайзи, с помощью которой я делаю сейчас очень много и учебные ролики, и скринкасты, и просто какие-то записи материалов к лекции. Камтайзи имеет бесплатную версию, которую вы можете попробовать, посмотреть для себя, подходит вам этот сервис или нет. Если она вам понравится, вы ее покупаете, но один раз, то есть там никакой нет платы ежегодной или ежемесячной обонентской. И правда, я на нее не нарадуюсь, она меня выручает сейчас в очень многих ситуациях. Вот как следующий слайд, как устроен проект Камтайзи, как он выглядит в процессе создания. Когда я что-то делаю в Камтайзи, у меня такое ощущение, что это какая-то волшебная комната, где при помощи магических элементов получается все, что я захочу. результатом работы и обучения в течение 2017 года стал ролик «Пляска смерти» по интермедиальному аспекту названия пьесы Апуста Стринберга «Пляска смерти». Он тоже естественно намного длиннее. Я покажу вам сейчас кусочек, для того, чтобы вы увидели, что получается уже в Камтайзи. Звучит прекрасная музыка Сан-Санса современника Августа Стринберга. «Пляска смерти» так называется его симфоническая поэма, с которой Стринберг безусловно был знаком. И композитор и драматург обратились к сюжету с богатейшей историей в европейской культуре. Гёте, Бадлер, Шостакович, Лиз и многие другие создали свои варианты плясок смерти. Что представляет собой этот сюжет? Данс-макабр изображение жуткого танца мертвых и живых. Он является напоминанием о бренности жизни, о неминуемой расплате на страшном суде. Главная идея сюжета заключается в подчеркивании ничтожности человеческой жизни, которая может закончиться в любом мгновении. Все равны перед смертью императоры, крестьяне, и старик, и ребенок. Первые пляски смерти появились в средние века. Мы слышим музыку Фернста-Листа и смотрим на картины средневековых мастеров. Одной из вариаций на тему «Танс макабра» является картина «Триумф смерти» Питера Брейгеля и старшего. Идеи бренности бытия показаны здесь в форме фантастического кошмара. В центре картины смерть косит людей и подталкивает их к гигантской мышеловке. У подножья башни скелеты в белых саванах. Молодой рыцарь пытается сопротивляться, но сопротивление бесполезно. Огромный гроб распахнет, чтобы принять всех в победное объятие смерти. Итак, название пьесы Стринберга отсылает нас к средневековому сюжету, в котором скелеты танцуют с живыми. Почему автор выбрал такое название? Кто в его пьесе живые, а кто мертвецы? Мы узнаем о жизни супружеской пары, которая провела на острове 25 лет. 25 лет я просидела под присмотром человека, которого всегда ненавидела. вот такой ролик, которым я горжусь, но всегда, когда что-то сделано недавно, оно нравится, потом проходит время, и все больше и больше недочетов замечаешь. Вы могли обратить внимание, что в конце я тоже этот ролик сократила, обрезала, он гораздо длиннее, и вторая часть состоит из скринкаста спектакля, в котором Лоренс Оливье исполняет главную роль. Вот спектакль недоступна нигде версия, и я, кроме как онлайн запись вы видели, не очень хорошая, я писала скринкаст тоже при помощи Кантазии, буквально с экрана компьютера. Изготовление учебных роликов, как я уже говорила, оно требует времени, оно ограничено преподавателем, нагрузка большая, но возможности Кантазии, они не ограничены только изготовлением роликов. Мне очень понравился такой момент, что я могу делать заготовки, нарезки для лекции, и использовать вот такой, это не учебный ролик, это не учебный фильм, но тем не менее это помогает мне на лекции быстро показать то, что мне хотелось бы в течение учебного времени продемонстрировать. Вот я сейчас вам покажу, это такая материала, заготовка материала к лекции по Берна и в течение и в течение в течение премии. Ну что, начните, скажем, с плачевного состояния английских театров в конце 19 века, тем более, что это действительно было плачевным. И Субтитры делал DimaTorzok В детских яслях даже Леди Астр изменила себе Бернард Шоу и все остальные любовались детьми Сверхающей чистотой, уходом И задавали на коллективное хозяйство Бернард Шоу и все остальные любовались детьми О правильном употреблении G Вот такие заготовки помогают мне на лекции Не тратить время на поиск того места Где находится нужный мне фрагмент И в принципе тоже создавать какие-то логические материалы Которые я с удовольствием использую И студенты с удовольствием смотрят Но смешанное обучение это не только серьезные вещи Иногда нужно и полезно делать что-то такое легкое, смешное Это тоже хорошо воспринимается студентами На курсах у Фавы Юрчи мы познакомились с таким интересным сервисом Который называется Объясняшки Самое простое, наверное, что может быть для любого преподавателя Я упоминала, что мы в лекции по Верлену говорим со студентами Об таких приемах, как алитерация, асананс И выяснилось, что некоторые не могут запомнить, что это такое При помощи объясняшки я сделала такой маленький ролик Который называется «Алитерация» Алитерация – повторение одинаковых согласных Бывают в жизни чудеса Ужа ужалила оса Она ужалила в живот Ужу ужасно больно Вот Вот вы видите, что это очень просто Но в то же время ребята говорили мне, что такие ролики помогают Картинки помогают вспоминать И не будут затем литерацию с асанансом Еще одна проблема наша со студентами Это то, что, как это ни странно Я до сих пор к этому не привыкла Студенты-филологи не хотят читать полностью произведения И каждая встреча с новым курсом Начинается с того, что они пытаются у меня узнать А можно ли читать по кратким содержаниям? А можно ли писать читательский дневник по экранизациям? А можно ли еще что-нибудь, только чтобы не читать книгу целиком? И вот устав от этих вопросов И для того, чтобы тоже как-то разнообразить учебный процесс Я сделала ролик В другом сервисе, с которым нас тоже познакомили на курсе Который называется GoAnimate И сейчас вам тоже его покажу Вы сами читаете? Конечно А как иначе? Я читаю Кукольный дом Ипсона Это очень интересно Стыдно не прочесть портрет Дарьяна Грея Люблю романы Уэллса Читаю Синюю Птицу Вот такой ролик Который снимает вопросы Многочисленные по поводу того Как готовят читательский дневник И кстати, после того, как я его показываю Я задаю вопрос Какая была ошибка в произнесении И они уже после лекции отвечают Что нужно говорить не Дориан А Дориан Грей Правильно произносить имя главного героя Вот таким был путь Для изготовления каких-то отдельных элементов Которыми можно было разнообразить Украсить учебный процесс Но в определенный момент возник вопрос Где это все можно собрать То есть было уже недостаточно Просто периодически показывать на лекциях что-то Во-первых, хотелось, чтобы у студентов Была возможность еще раз что-то посмотреть Была возможность Я показала какой-то отрывок из фильма А им захотелось посмотреть целиком Найдут они его или нет А вот если бы я их отправила в то место Где уже все ссылки собраны Я была бы уверена, что они точно посмотрят И благодаря курсам Павла Юрьевича Я узнала о замечательном сервисе Который называется ТИДА Конструктор сайтов Тоже у него есть бесплатная версия Вы можете попробовать и понять для себя Подходит вам этот конструктор или нет Для меня он подошел идеально Потому что именно здесь я смогла собрать Все то, что было сделано за три года И вот в прошлом семестре Осенью с сентября по декабрь Мы со студентами впервые тестировали То есть использовали этот сайт в работе И можно сказать, что у нас получился уже Ну некий вариант смешанного обучения Так выглядит страничка Если я захожу на сайт как автор Я обязательно в конце презентации Она, кстати, вам доступна И вы можете ее тоже скачать Обязательно будет последний слайд Где все ссылки представлены И я еще раз их прокомментирую в конце Вот этот сайт Так выглядит страничка Когда вы заходите как автор Вот я сюда обычно нажимаю Редактировать сайт И далее происходят работы Но я сейчас вам покажу Я сейчас покажу вам презентацию сайта Которую я сделала в Кантазе Как раз таки И в этой презентации расскажу о том Как мы работали Как устроили сайт И что из этого получилось Из работы с сайтом Надеюсь, сейчас все загрузится Итак, мы на сайте Созданном на основе И при помощи Тильды конструктора сайта Сайт содержит три страницы На данный момент Оглавление можно посмотреть Нажав на гамбургер Первая страница называется Ораторское искусство Вторая зарубежная литература Третья топ-10 Я сейчас буду рассказывать О зарубежной литературе Эта страница была создана мной летом И прошедший семестр Мы впервые со студентами Работали, используя Материалы, представленные на этой странице Я сейчас расскажу Как это все действует Читается все с навигации по странице И сама навигация начинается С общей информации Необходимой любому студенту Что он хочет знать в первую очередь Как сдать зачет или экзамен Я ему эту информацию сразу сообщаю Наши студенты работают По балльно-рейтинговой системе В течение семестра Они должны выполнить ряд работ И набирать баллы Которые позволят им быть аттестованы Работы разные Они включают в себя Чтение художественных текстов Работу с учебниками Конспектирование статей Написание рецензии Введение читательского дневника До прошлого семестра Необходимая студентам информация О текстах, учебниках, статьях Доконспектирования Была либо в распечатках Которые я им раздавала Либо в методических пособиях Их могло не хватать Распечатки терялись Теперь они все могут увидеть Каждое в любое удобное для них время Зайдя на сайт И что еще мне нравится То, что ссылки на статьи Для конспектирования интерактивны То есть им уже не нужно Ничего самим искать Достаточно просто нажать на ссылку И откроется работа Которую нужно законспектировать Ну вот, например, предисловие Геда Мапасана К роману Пьер и Жан Которым он изложил Свои эстетические взгляды В связи с тем, что По читательскому дневнику Обычно я слышу множество вопросов О том, что нельзя ли По экранизации написать Читательский дневник Нельзя ли по краткому содержанию Написать По какой-то детской адаптированной версии И так далее Я вот сделала такой небольшой ролик В котором отвечаю на все вопросы Призывая читать книги Как положено филологам И любым добросовестным читателям Далее мы переходим к блоку Первое знакомство Этот блок выполнен при помощи Интересного сервиса Который называется TimeMaper И он представляет собой Карту времени На которой писатели Расположены Информация о писателях Расположена в хронологическом порядке Таким образом Они выстроены У самого старшего К самому молодому Из тех, кого мы будем проходить В означенном периоде И вот как это работает Есть карта И есть значки на этой карте Выберем какого-нибудь европейского писателя Например Бернард Шоу Замечательно Мы видим Годы жизни Бернарда Шоу Минимальную информацию И самое главное Можем сразу перейти По ссылке На статью Википедии Об этом писателе Далее на странице Каждому автору Будет посвящен Отдельный блок Начинается все С Марисы Виттерлинка Бельгийского писателя Лауреата Мобелевской премии 1911 года Здесь есть фотография писателя И блок с его биографией Которую я взяла с сайта Источник указан Если студент захочет Полностью прочесть биографию Которая представлена на сайте Он может перейти по ссылке В каждом персональном блоке Есть плейлист Посвященный писателю Вот например Плейлист Метерлинк Вы нажимаете на ссылку И попадаете на мой канал На ютубе Где для каждого писателя Я создала плейлист И собираю туда все Что удается найти Все, что связано с писателем В первую очередь Конечно, меня интересуют Театральные постановки Ну и все, что может Нам пригодиться со студентами Биографические ролики Я стараюсь помещать Прямо на страницу Чтобы не нужно было Переходить в плейлист Хотя он там тоже есть А можно было сразу На странице посмотреть Ролик, содержащий Светения о биографии писателя Но их не так уж много Для некоторых авторов Таких роликов не существует И есть планы на будущее Создавать их самостоятельно Также Тильда позволяет Делать активные ссылки Отрывок из воспоминаний Марисы Метерлинка Голубые пузыри Которые не переведены На русский язык Можно увидеть Перейдя по ссылке На странице Моей особой радостью И гордостью Является вот этот блок Который выполнен При помощи сервиса История Мэп Джей Эс Здесь можно Совершить небольшое путешествие По картине Питера Брейгеля Старшего Слепые Которая послужила Основой для создания Пьесы Мариса Метерлинка С тем же названием Как работает этот сервис Можно нажимать на стрелочку И двигаться таким образом По картине Можно выбрать сразу На картине Какой-то определенный объект Например Мы хотим подробнее Рассмотреть Вот этого Первого слепого Мы нажимаем на значок И Видим его лицо Достаточно близко И видим информацию Об этом конкретном Герое картины Так устроены Персональные блоки И по каждому писателю Я собираю Материал Информацию Которую предлагаю Студентам Осваивать Самостоятельно Что-то из представленного Здесь на странице Я успевала показывать На лекциях Или практических Занятиях И хорошо то Что студент имеет Возможность Теперь благодаря сайту Посмотреть это еще раз Более внимательно В той обстановке Которая их Располагает К запоминанию В заключении Мы приступаем К закреплению Теории Которую они Получили На лекции Это такие Своеобразные Тренажеры Для того Чтобы заполнить Теоретический Материал Часто у студентов Вызывают Трудности Соотнесение Писателей И его Творческого Метода Благодаря Такому Тренажеру Созданному На базе Сервиса Карто Можно Попытаться Справиться С этой проблемой Например Мы выбрали Писателя Метерлинка Нажали на Кружочек Рядом с его Фамилией И видим Что он Писал Драматические Произведения Его художественный Метод Это символизм И родился Он в 1862 Году Еще два Своеобразных Тренажера Для запоминания Один Сделан На базе Таймлайн Другой При помощи Стори Мэп Ну вот Например Можно Выбирать Уже Писателей По Портрету И опять же Получать Какую-то Информацию Связанную С конкретным Автором И в заключение Небольшой Экскурсии По Сайту Расскажу О том Как он Помог Решить Одну Важную Проблему Каждый год Студенты Писали Рецензии На экранизацию Романа Оскару Уальда Портрет Ториана Грей Многие Рецензии Были Очень Хорошими Я Выставляла Оценки И К сожалению Больше Никто Кроме Меня Не Видел Может Быть Несколько Друзей Конкретного Автора Публиковать Рецензии Согласие Конечно Самих Автор Давайте Посмотрим Работу Султанова Регины Ее Рецензии На экранизацию Дориана Гре Оливера Паркера Вот Ее Работа Выложена Полностью И Даже Можно Посмотреть Как Она Поменяла Внешность Актера И Сделала Блондином Ребятам Идея Публикации Рецензии Понравилось И мы Обязательно Будем Продолжать Публикацию Интересных Студенческих Работ Большое Спасибо Что Дошли Со мной До конца Ну Вот Вы Видели Что Получилось В результате Работы Этого Года Конечно Много Ошибок Конечно Еще Очень Много Я буду Менять Ну Я рада Тому Что Вот Уже Что То Получилось И Рада Тому Что Студенты На этот Сайт Удовольствием Заходили Им Очень Понравилась Идея Публикации Рецензии Один Студент Я даже Написала Добавьте Добавьте Еще Две Моих Рецензии То Явно Это Пришлось Им По Душе А Значит Мы Будем Дальше Вместе С ними Думать Как Еще Использовать Этот Сайт Ну Вот Это Слайд Где Я Показываю Что На Ютубе Создаю Плейлисты В которые Собираю Все Что Мне Встречается Связано С моими Курсами Предметами Я Собираю Добавляю И потом На сайте Студенты Могут Видеть Плейлисты Вот Мы С вами Дошли До Предпоследнего Практически Последнего Слайда Ссылки По теме Вебинара И Я Сейчас Попробую Указ Включить И По Каждой Открытых Курсов Томска Государственного Университета Вы Можете Посмотреть Как Они Работают И Кстати Вы Можете Участвовать В школах Которые Они Проводят Онлайн Школы И Получать Удостоверение О повышении Клодификации То есть Они Такую Возможность Предоставляют Вторая Ссылка Это Я Рекомендую Вам Запись Вебинара Павла Чекалинникова По Бесплатных Инструментов Для разработки Учебного Виде Вы Получите Такое Обзорное Впечатление О том Какие Сервисы Можно Использовать О Этих Сервисах Я Рассказывала На сайте StoryMap TimeMaper Cartool Это Все То Что Помогало Создавать Тренажеры Для Запоминания Направлений Биографических Данных И проч Камтайзи Это Основной Инструмент С которым Получается Делать Все Что Делается Объясняшки Вы Видели GoAnimate GoAnimate Он Потребует От вас Больше Времени Там Нужно Вникать Это Все Не так Просто Но Зато Очень Интересно Второй Необходимый Сервис Это Тильда Конструктор Сайтов На котором Вы Сможете Все Собрать И Сделать Доступ Для Студентов И для Всех Желающих Интересующихся Зарубежной Литературой Например Или тем О чем Рассказывать Еще Один Ресурс Вот При помощи Этого Помощника Вы сможете С ютуба Скачивать Ролики На свой Компьютер Для того Чтобы в Кантайзе С ними Что-то делать С роликами Они Должны У вас На компьютере И Вот этот Safe From Net Как раз Поможет вам Закачать Их Для работы В Кантайзе Далее Ссылка На мой Сайт О котором Я сейчас Рассказывала Точнее На страницу Скажем так Сайт Он может включать Несколько страниц Я говорила о том Что там сейчас Три страницы Но может быть Больше И я надеюсь Если не хватит сил Сделать По другим Курсам Которые я веду По средним векам Эпохи возрождения По 19 веку Ну и По ораторскому Искусству Улучшить Следующая ссылка Хочу обратить Ваше внимание Что сейчас Буквально В эти дни 5-го Началась Зимняя школа Преподавателей Она Происходит В режиме Тоже Онлайн И Информацию Которая Вам необходима Вы можете Черпать Посещая Занятия Слушая Тех Кто уже Стал Профессионалом Тех Кто В этой Сфере Находится Очень давно Таким образом Вы постепенно Подтянетесь И что-нибудь Для себя Обязательно Найдете Мне очень помогло Участие В октябре В 7-ю международной Научно-практической Интернет-конференции Виртуальная реальность Современного Образования Хорошо то, что Все материалы Дают для Скачивания И потом Можно уже летом Когда будет свободное Время Еще раз Пройтись Потому что Было Услышано Вот кстати Там был доклад О том Что В скором Времени Лекторов В аудитории Заменит роботы Потому что Процесс чтения Лекции Он не требует Уже Живого человека И Роботы Будут настраиваться Выбирать Тембр И скорость Речи Наиболее Оптимальную Для конкретного Предмета То есть робот Не будет волноваться Как я сейчас И говорить Слишком быстро Он будет Работать На той волне Которая максимально Будет позволять Студентам Улавливать Усваивать Материал В связи с этим Кстати я Спрашивала Своих Провела опрос Среди студентов Своих Какие бы Они хотели Увидеть В аудитории Элементы Смешанного Обучения Но Они после Моего сообщения О лекторах Роботах Так Испугались Что сказать Что мы Ничего не хотим Нам только Живых преподавателей Пожалуйста В студию И Последние Два ресурса На всякий случай Я даю Вдруг вы О них не знали Если вы Любите театр И Вы хотите Что-то увидеть Какие-то Замечательные Спектакли Вот здесь Почти Тысяча Спектаклей И на канале Культуры Эфе Вы тоже Можете увидеть Много прекрасных Постановок И в свободное Время Их Посмотреть Ну В общем-то Я Думаю Что Завершила Своё Выступление Говорив Слишком Быстро От волнения У меня есть К вам Ещё Один Вопрос И я Хотела бы Сейчас Запустить Опрос На тему Поскольку Вы здесь Сейчас На вебинаре Это означает Что вы Люди Которые Интересуются Новым Интересным Что вы Открытые Для Каких-то Знаний И Вот Мне Любопытно И важно И интересно Для работы Насколько Вас Могли бы Заинтересовать Курсы По Историю Зарубежной Литературы То есть Спасибо Большое Я сейчас Запущу Этот опрос Если у меня Получится Но я надеюсь Что получится И Посмотрим Стан Будет ли он Работать Пока Не вижу Да Вижу Что теперь Голосует Результаты Обнадеживает И радует Потому что Есть такое Ощущение Что Зарубежную Литературу Ну вот Мало кому Было бы Интересно Узнавать Если это Не связано С работой Сейчас я Я чувствую Что Спасибо большое За Слова Благодарности Ну похоже Что 10 человек Проголосовало И наверное Нет еще Пока не буду Закрывать Еще немножечко Подожду И И вот У меня У меня есть Желание Интересно Например Снять Видео Урок И сделать Его В открытом Доступе По Гамлету Спасибо Спасибо Я рада Я рада Я очень Уновалась Боялась Что Вот Не Не получится Так Как на лекции Потому что Не видно глаз И страшно И так далее И так далее Спасибо Спасибо У нас практически 100% Ответы Да И я Останавливаю Опрос Почему Возникла Идея Опроса Потому что Есть желание И возможности Теперь Какие-то умения Снять Например Видео урок По Гамлету Так чтобы Это не только Для студентов Было Но и Список Вот Вы Можете Скачать Так Сейчас я попробую Указка Показать Работает Что-то Указка Зайела Список Находится В Левое Окошечко Ресурсы Там Можно Скачать Презентацию И вот В этой Презентации Вы увидите Все ссылки Я их проверяла Они все работают И соответственно Вы можете Да Вот Павелевич Как раз Об этом Пишет Что вы можете Все ссылки Использовать Если Литература Интересна Зарубежная Значит Будем думать Дальше И делать Уже Что-то Такое Не только Для Студентов Филологического Факультета Спасибо Огромное Всем Кто Пришел Мне правда Было Нелегко Но Благодаря Вашей 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 поддержке Дружескательному отношению Первое Боевое крещение Прошло Благополучно Спасибо Огромное Желаю Всем Творческих Успехов Всего доброго До свидания Давайте Поблагодарим Марину Как я Предполагал Ее Вебинар Прошел Блестяще Замечательно Как Сам Практикующий Преподаватель Вот Всех Этих Ресурсов Хочу Сказать Что Конечно Запихнуть Все Эти ресурсы В один Вебинар Очень Трудно И Марина Показала Только Результаты Работы Реально Конечно Над каждым Из этих Инструментов Надо Работать Поработать Чтобы их Освоить Вот Но Вы Не Не Удивляйтесь Так Сильно Марина Провела Большой Путь Сделала Много Работы Провела Большую Работу И Освоила Все Эти Инструменты И Вот За счет Освоения Этих Инструментов И Произошло Такое Замечательное Получился Такой Замечательный Результат Я Надеюсь Что Марина Подвигла Вас Тоже На То Чтобы В своих Областях Вы Занялись Б Примерно Подобными Экспериментами Которые Должны Улучшить Не Только Ваши Ваши Отношения Со Студентами Учебные Да Но И Повысить Вашу Конкурентоспособность Как Преподавателей В Вузовской Среде Ну Что Ж Коллеги Я Наверное Слишком Много Сказал В конце Я С вами Прощаюсь Напоминаю Что Наши Вебинары Проходят Почти Каждый День В 12 Часов Приходите На наши Следующие Вебинары Приходите На Вебинары Директ Академии Не Пожалеете Будет Снова Интересно Спасибо Марина Спасибо Коллеги Всего доброго